Хрустящее слоеное тесто, тянущийся вкусный сыр и ароматная зелень. Думаете приготовить такой волшебный пирог сложно и долго? А вот и нет! Все готовится очень быстро! А подавать такой пирог можно как горячим, так и в холодном виде. Как на завтрак, так и на обед. Или на ужин. А еще даже как закуску к праздничному столу. В летний сезон сочной зелени не пропустите возможность попробовать такую вкуснятину. Всем привет! Меня зовут Юля и вы смотрите канал Simple Food. Ставьте лайк и не забудьте подписаться, чтобы не потерять этот рецепт. Пирог готовится очень быстро, а съедается еще быстрее. Для начала давайте займемся начинкой. Нам нужно натереть сыр на терке. Для этого пирога лучше использовать сыр сулугуни или моцарелла. Но и с домашней брынзой будет тоже очень вкусно. Теперь мелко нарезаем зелень. Вот тут уже точно опирайтесь только на свой вкус. Какую зелень больше всего любите, такую и добавляйте. У меня очень традиционный и вкусный вариант. Молодой зеленый лук и укроп. Много укропа. Обязательно приготовьте этот пирог сейчас в сезон молодой зелени. Вкус просто нереальный. Итак, к сыру высыпаем мелко нарезанный лук и укроп. Разбиваем одно яйцо. Наливаем немного молока. Добавляем перец по вкусу. Также вкусно использовать смесь перцев. Тогда вкус будет более пикантным. Немного солим. Но тут надо учитывать, насколько соленый у вас сыр, чтобы не пересолить. Теперь все хорошо перемешиваем. Добавляем в начинку 1 столовую ложку муки. И снова все хорошо перемешиваем. Вот и все. Вкуснейшая начинка готова. Как основу для пирога мы будем использовать дрожжевое слоеное тесто. Разморозьте его заранее в холодильнике или при комнатной температуре. Тесто нужно хорошо раскатать при помощи скалки. Нам понадобится 2 пласта. Форму, в которой будем выпекать пирог, смазываем сливочным маслом. И выкладываем первый пласт теста. Теперь аккуратно выкладываем начинку, равномерно распределяя по всей форме. Сверху накрываем вторым пластом теста. С помощью ножа я срезаю остатки теста, аккуратно защипывая края. Теперь смешаем 1 желток и немного молока. И этой смесью с помощью кисточки смажем наш пирог. Тогда корочка получится румяная и очень хрустящая. Пирог будет запекаться минут 20-30 при температуре 200 градусов. Посмотрите, какой красивый и аппетитный пирог у нас получился. А какой аромат? Ммм, это просто не передать словами. Давайте скорее смотреть, что внутри. Вкусный, сочный, с тянущей сырной начинкой внутри. Просто нет слов. Скорее готовьте. Очень рекомендую. Вы можете экспериментировать с деленью и искать свой лучший вкус и вариант приготовления. А потом обязательно делитесь со мной. Кстати, пирог получается очень сытным. Так что его точно хватит на большую семью или шумную компанию друзей. А вообще, вы любите пироги? Какой ваш любимый? Напишите мне в комментариях. Жду ваши фотоотчеты в инстаграм, когда готовите вместе со мной. Ставьте лайк, если видео было полезным. И подписывайтесь, если вы еще не со мной. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok